День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы будем устанавливать визитку вашей страницы на ваш сайт. Найти опцию визитка можно вот здесь. В вашем профиле вы находите журнал действий, нажимаете вот на эту стрелочку и у вас в выпадающем окне появляется надпись «Добавить визитку на ваш сайт». Переходим на страницу визита к профилям. Здесь мы видим вот такой интерфейс, в котором у нас есть возможность создать визитку профиля, визитку того, что нам нравится, визитка фотографий и визитка страницы. Давайте начнем с визитки профиля. Визитка профиля, вот так она приблизительно будет здесь выглядеть. Вы можете ее редактировать. Например, поменять расположение. Вот сейчас она находится в горизонтальном положении. Я могу сделать вертикальное положение. Я могу ее изобразить в виде двух колонок. Здесь я могу найти определенные элементы, вот в этих вот чекбоксиках, и установив их, могу отобразить на своей визитке. Ну, например, если я захотела отобразить телефон свой мобильный, пожалуйста, он появляется здесь. Если я захотела здесь установить все свои псевдонимы, пожалуйста, все псевдонимы появляются. Это таким образом мы можем создать визитку. Мы ее сохраняем, и после этого мы получаем возможность получить ее код. Код мы можем получить на бесплатную платформу блогера, на TypePad можем получить, и можем получить на другие ресурсы. Вот другие ресурсы – это и есть наш блок WordPress. Вы копируете данный код и выносите его в виджет «Текст» и устанавливаете в том месте, где вам необходимо. Точно так же делается и визитка того, что нам нравится. То есть я здесь могу выбрать определенную страницу, которая мне бы нравилась, и создать визитку. Такую визитку я могу установить у себя на сайте, показать своим посетителям, что я являюсь поклонницей определенных страниц. Список всех страниц у вас вот здесь в выпадающем окне. Вы выбираете любую, ну, например, блог Натальи Суминой. И у вас появляется визитка «Мне нравится блог Натальи Суминой». Визитки фотографий – точно так же расположить их или горизонтально, или вертикально, или в две колонки. Все зависит от того, как вам больше нравится. Точно так же пройти через кнопку «Сохранить», «Получить код» и вставить через виджет «Текст» на собственный сайт. Но я хочу установить у себя визитку страницы. Вот здесь представлены все мои три страницы. Значит, я выбираю ту, которая мне больше нужна. Вот так вот будет выглядеть в данном случае эта визитка. Для того, чтобы ее изменить, мне нужно пройти вот по этой ссылке «Редактировать визитку». И здесь я точно так же могу загрузить в виде горизонтальной или вертикальной визитки. Или сделать ее в виде двух колонок. Но во второй колонке будет появляться, если я сделаю такую визитку, имя. Имя страницы в данном случае. Поклонники. Но, к сожалению, здесь нет поклонников в виде фотографии. Здесь есть только число поклонников. И я могу здесь отобразить свой последний статус. Тот, который я захотела бы здесь отобразить. Но мне больше всего нравится вот такая визитка. Только с изображением и в горизонтальном виде. Вот такая маленькая аккуратненькая визитка. Я ее сохраняю. Появляется визитка обновлена. Выхожу в просмотр своей визитки. Нажимаю кнопочку «Другие веб-сайты». Копирую данный код. И перехожу на свой сайт. Перехожу в консоль своего блога. В разделе «Виджеты». Ищу виджет-текст. Перетаскиваю его вот таким якорьком в область сайт-бара. И вот сюда, в поле этого текста, ввожу код. Код бейджика. Заголовок я никакой делать не буду. Я просто сохраняю данную. Код. И закрываю. Теперь перехожу на сам сайт. И на сайте, вот здесь, внизу, как видите, я вижу вот эту визиточку. Если я на нее кликну, то я перехожу на свою страничку. Свою страничку Facebook. Все для начинающего блогера. Вот так легко и просто устанавливается визитка на ваш сайт. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.